Здравствуйте. Вчера главной темой для интернет-гадателей стали обстоятельства крушения американского БПЛА Риппер в акватории Черного моря. Версии назывались самые разные. По официальным данным, американский беспилотник упал из-за ошибок маневрирования. В интернете говорят и о том, что это была реактивная струя от нашего самолета, который шел на перехват, вплоть до того, что экипаж нашей сушки выполнял личный приказ министра обороны Сергея Шойгу. Но, на самом деле, конечно, гораздо важнее понимать, что именно делал этот беспилотник в непосредственной близости от российских границ. Точно так же, как хотелось бы знать, чем занимался американский стратегический бомбардировщик в 200 километрах от Петербурга несколько дней назад. СМИ пишет, что якобы вот этот Риппер координировал возможность нанесения тактического ядерного удара по российским объектам в Крыму. Может, оно, конечно, и так. А может быть, он выполнял ту же высокую эмиссию, что и китайский воздушный шарик на территории США. То есть, отвлекал внимание от чего-то более важного. Например, от опасности новых пандемий, на что прямо намекали представители ВОЗ, говоря о необходимости внедрения паспортов прививок. Тем непонятнее, почему наши власти с упорством, достойным лучшего применения, продолжают реализовывать методички наших глобальных противников во всех сферах. От цифровизации до всяких зерновых сделок и прочих жестов боброволи. Хотя мы-то с вами прекрасно знаем, что наша власть по-прежнему зависит от олигархов, которые, в свою очередь, являются марионетками глобальных игроков. И вот одним из таких классических представителей вот этой власти является господин Фридман. Хозяин не только одной из крупнейших банковских систем России Альфа-Групп, но и Пятерочек, Перекрестков, а также Водоканалов в целом ряде регионов России. Человек, который неоднократно хвастался тем, что помогает ВСУ и перечислял миллиарды долларов на поддержку УкрРейха. И вот этот человек до сих пор не то что не получил никакой уголовной статьи, в отличие от каких-то безумных деятелей, ставящих лайки какой-то украинской пропагандой. Но его имущество даже никто не пытается национализировать. Мы с вами в лице наших ветеранских организаций, содружество за други своя, пытаемся исправить это упущение и сделали соответствующее заявление Федеральной службы безопасности и Следственный комитет. Понятно, что Фридман не одинок, таких как он у нас, вагон и маленькая тележка, взять того же Абрамовича, которого Зеленский вывел из-под санкций, оговорившись в санкционном перечне, что санкции на него не распространяются, пока Абрамович участвует в переговорном процессе. А он и не думает оттуда выходить. Более того, некоторые телеграм-каналы сообщали, что Абрамович чуть ли не продолжает оставаться спецпредставителем России в этом переговорном процессе. Хотя, конечно, были опровержения. Мало того, наших олигархов и их пособников не смущают даже вероятность уголовного преследования. Так, в частности, на днях стало известно о том, что в Россию вернулся некто Александр Файфман, финансовый директор Первого канала, который был фигурантом уголовного дела о хищении нескольких миллиардов бюджетных средств, выделенных этому самому первому каналу. Да, сам Файфман по делу пока никак не привлекался. Привлекались только его подчиненные и подручные. Но, тем не менее, он сбежал из страны и полтора года находился вне ее. А сейчас вернулся. Да и в других сферах наше вставание с колен, обретение суверенитета и импортозамещение происходит как-то странно. И в основном все больше на бумаге. Так, в частности, вроде президент и министр высшего образования Фальков говорили о необходимости выхода из баллонского процесса, а наши университеты до сих пор требуют от преподавателей индекса Хирша, то есть публикации в иностранных журналах вроде Скопуса. Президент подписывает указы о защите нравственности, а администрация президента вместе с Минспросветом запихивают в разговоры всяких Егоров Кридов. Мы уж не говорим о неувольнении токсичных деятелей с правительства, АП и других органов власти. Все они продолжают оставаться на своих местах, как ни в чем не бывало. А коли так, возникает нехорошее ощущение, что вся эта воинственная риторика не более чем сотрясание воздуха и пиар, примерно так же, как американские шарики. А нам с вами нужны действия, и поэтому мы будем продолжать добиваться именно действий, а не слов. Оставайтесь с нами.